здравствуйте меня зовут людмила алексеева и я сегодня с вами проведу специальный класс который вы можете выполнять каждый день как в качестве зарядки либо разминки и важно каждый день выполнять это упражнение для того чтобы вы чувствовали себя просто комфортно и могли выполнять в своей жизни как можно больше интересных вещей есть несколько правил которые желательно выполнять в первую очередь вам нужно комфортное пространство достаточно вытянуться руками из стороны в сторону чтобы ничего не мешало поднять руки вверх и проверить насколько у вас ограничение в движениях а проверьте чтобы над вашей головы не было люстры что такое иногда случается поднял руки а там препятствия организуйте для себя это пространство оденьте обувь спортивную если у вас не спортивные обуви то нужно конечно заниматься босиком чтобы был постоянный контакт с полом чтобы вы чувствовали себя уверенно и чтобы не было скользко также если вы никогда не занимались есть еще один вариант очень интересный можно выполнять все те же самые упражнения которые я выполнять буду стоя сегодня можно будет выполнять их положение сидя но для этого нужно четко уверенно хороший стул с хорошей опорой это не табуреточка ну по что-нибудь покрепче и когда вы будете выполнять упражнение он должен быть устойчив чем глубже вы сядете тем проще будет использовать упражнение проще пользоваться своим телом чем ближе к краю тем сложнее будет лежать равновесие важно чтобы в процессе выполнения упражнения вы чувствовали себя уверенно но не должно ничего скользить и вам должно быть комфортно может быть стул будет без рукояток у меня сегодня с дак рукоятками также можно использовать его и без рукояток очень важно начинать с самого простого от простого к сложному на первом этапе возможно не все будет получаться не расстраивайтесь это естественный процесс важно начать и делать ровно столько сколько вы можете делать сегодня не задерживая свое дыхание конечно же ограничения какие-то могут возникнуть в процессе выполнения движения делайте в своей амплитуде и так я предлагаю начать подготовьте пожалуйста себе пространство налейте себе стакан воды и будем начинать сделайте вдох и выдохните настроитесь на занятия подтяните мышцы живота и расправьте плечи ноги поставьте уверенно возможно чуть шире плеч подсогните ноги в коленях чтобы была хорошая опора сделайте хороший вдох потяните за руками вверх и на выдохе опуститесь вниз еще раз вдох потянитесь и посмотрите на руки выдох опуститесь вниз еще раз вдох вверх поднимите плечи вверх и опишите свой круг опустите их вниз еще раз вдох и с выдохом вниз вы можете делать движение чуть быстрее если у вас есть опыт занятий и вы чувствуете что вы можете больше сделали обратное движение выдыхаем вдох и выдох круг плечом и как будто вы хотите достать плечами до ушей наверх и вниз по кругу вперед и последний раз хорошо расслабили плечи расслабили руки и потянулись вновь на вдох вверх в потолок и плавно потянулись правой и левой рукой поочередно выдыхаем еще четыре раза и три и я надеюсь у вас хорошо получается и вы чувствуете растяжение мышц вашего тела и заключительный раз потянулись вверх и опустили руки вниз плавно согните ноги в коленях и округлите спину поднимая себя в исходное положение стоя и вниз сгибая ноги в коленях округляя спину вытягиваемся наверх почувствуйте как растягиваются ваши мышцы спины и вдоль позвоночника вниз вдох и выдох распределили вес тела между правой и левой ногой представьте что вы руками расталкиваете две стены и поднимитесь на полупальцы поднимая пятки с пола вес тела старайтесь удержать вертикально не отводя таз удерживайте его в вертикальном положении только работают ваши мышцы голени и стопы продолжаем еще четыре раза и три почувствуйте как работают ваши мышцы голени согните руки в локтях согните одну стопу и разогните вторую сделайте движение поочередно правой левой ногой и выдыхаем 1 и 2 и 1 и 2 представьте что вы прям бегун на длинные дистанции выдыхаем 3 3 и 2 и 2 и 1 и 1 а теперь мы выполняем ходьбу и так обычная ходьба можно делать медленно а можно делать чуть быстрее почувствуйте что вы опираетесь пяткой на землю и расправив плечи выполняете активную работу руками выдох два три 4 5 и вдох и выдох и выдох два три 4 5 и вдох и выдох два три 4 5 и вдох попробуйте сделать более сложное движение делаем два три касанье делаем два три касаем шаг 2 3 касание чуть координации добавим наши движения и руки хлопок раз-два-три хлопок раз-два-три хлопок раз-два-три хлопок 1-2-3 хлопок продолжаем почувствуйте что ваше тело разогревается. А теперь попробуйте сделать движение поочередно, поднимая колено, шаг, колено, шаг, колено. Руки можно оставить на поясе, либо сохранить в балансе. Как вам удобно, почувствуйте. Сделайте так, как вам комфортно, как получается. Выдыхаем на подъем колена и выдох. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, и вновь марш, марш. Попробуйте раскрыть ноги шире плеч и помаршировать ноги врозь. Ноги вместе, ноги врозь. Продолжаем. Вместе, врозь. Чередуем. Вместе, врозь. Вместе, врозь. Вместе, врозь. Ещё раз. И оставим ноги врозь. Движение из стороны в сторону. Шаг называется open step. Если так слишком быстро, делайте медленно. Не обязательно торопиться. Как только вы будете готовы, присоединяйтесь к моей скорости. Выдыхаем на подъем. И вверх, два, и вверх, и вверх. И к этому движению выполняем захлёст. Тянемся пяткой к ягодице. Вверх, два, три, четыре, и пять, шесть, семь. Попробуйте добавить руки вдоль корпуса, направляя движение. Продолжаем. Если слишком активно, верните руки на пояс и продолжайте движение только ногами. Почувствуйте, как активно включаются в работу мышцы ваших бедер. Выдыхаем. Три, два, один. Следующее движение. Мы переносим пятку вперёд перед собой. Правой левой ногой поочерёдно. Выдыхаем вперёд. И слегка подзгибаем опорную ногу в колени. Тянитесь пяткой перед собой. Стопа на себя. И три, и два. А теперь чуть медленнее. И раз, и вернулись. Два, и вернулись. Три, и вернулись. Попробуйте добавить руку к направлению стопы перед собой. Ощущаем готовность растяжения задней поверхности бедра. Вдыхаем. И выдыхаем. Вдыхаем. Раз, два. Если получается одной рукой, попробуйте добавить две руки перед собой. Перед собой вернулись. Вперёд. К себе. Вперёд. К себе. Ещё четыре раза. И три, два. Держите спину. Подтянутые мышцы в животах. И заключительный раз. И вернулись в исходную позицию. Следующее движение мы выполняем в лове open step, раскрыв руки в стороны. Попробуем сделать движение, потянувшись вправо и влево. За рукой. Вверх. Вверх. И три. Два. Один. По два. Два вправо. И два влево. Если тяжело, тянитесь рукой перед собой. Продолжайте. Два. Три. И два. И остались здесь. Потянулись. Правый и левый поочерёдно. Вверх. Вверх. Выдох. И выдох. Выдох. И остались. Создаём вытяжение от забережного встава до кончика пальцев рук. Потянулись и почувствовали растяжение мышц боковой части тела. Поменяем позицию. И подготовим наши мышцы с противоположной стороны. Потянувшись далеко-далеко. И вернулись в исходное положение. И ещё одно упражнение, которое подготовит наши мышцы груди и спины в более активной работе. Мы выполняем движение, удерживая руки параллельно с полом. На вдох. Раскрылись. Выдох. Закрылись. Вдох. И выдох. И вдох. И выдох. Почувствуйте, как ваши мышцы груди раскрываются. Останьтесь сверху. Потянитесь большим пальцем назад, приподнимая руки чуть выше до ощущения растяжения мышц груди. Делайте последний вдох. И на выдохе потянитесь в обратном направлении за руками перед собой. Разведите лопатки друг от друга. Почувствуйте, что ваши плечи опустились. И растяните пространство между лопаток. Опустите руки вниз. И приступаем к основной части. Это была наша разминка. И начнем нашу основную программу. Поставьте ноги комфортно под тазобедренными суставами. Расправьте плечи и слегка расслабьте ноги в коленях. Подтяните живот и почувствуйте, что ваша грудная клетка раскрыта. Руками опускаетесь вдоль бедра, выполняя небольшой наклон. И возвращаетесь в исходное положение. Еще раз. Делаем вдох медленно, под контролем. И выдыхая, поднимаемся вверх. Делайте движения до уровня колена, вытягиваясь руками. И старайтесь опускаться низко. Это не об этом. Почувствуйте, что вы чувствуете ягодицы, мышцы задней поверхности бедра и мышцы спины. Еще раз. Вниз. И наверх. Не забывайте, что мышцы живота наши подтянуты. И удерживают наш позвоночник. Еще четыре раза. И наверх. Выполняйте это упражнение от шести раз. Ну, прям четыре – это очень мало. А от шести раз будет прекрасно. До легкого ощущения усталости ваших мышц. Ног, ягодиц и спины. Сделайте вдох. И на выдохе потянитесь руками вперед, как мы только что с вами делали. Слегка расслабим наши мышцы, которые только что работали. Опустите руки вниз и поставьте ноги чуть шире плечи. Поставьте руки на пояс и расслабьте ваши плечи. Попробуем сделать приседания. Распределите вес тела между правой и левой ногой. Слегка согните ноги в коленях и отведите таз назад. Выполняем движение плавно, без рывков. Плавно вниз-вниз и поднимаемся наверх-наверх. Сгибаем ноги и выпрямляем. Выполняем движение. И в этом упражнении, напоминаю, что работают наши мышцы ног, ягодиц. И опять же, как ни странно, мышцы спины. Они держат нашу осанку. Не забывайте подтянуть живот. Удерживайте пупок внутри своего тела. Выполняем движение. Выполняем. Направляя колено в сторону стопы, вес тела остается у нас над пятками. Еще 4 раза. И наверх. Выполняем также упражнение от 6-8 повторений минимум. Выдыхаем вверх. Итак, если вы недавно выполняете приседания, только начинаете, неуверенность в своих силах используете помощника в виде опоры. Это может быть стена, либо стул, либо какой-то крепко держащий предмет ваше равновесие. Можете встать лицом к нему. Распределите вес тела между правой и левой ногой. И придерживаясь слегка за опору, выполняете те же самые приседания. До тех пор, пока вы не будете уверены и выполните их собственным весом. Расправьте плечи, сделайте хороший вдох. И на выдохе опустите руки вниз. Согнем правую ногу в колене и потянемся коленом вдоль корпуса, пяткой к ягодице, растягивая переднюю поверхность бедра. Сделайте это движение для одной и для другой ноги. Вы можете использовать стул для удержания равновесия. Выполнить то же самое движение. Итак, скомбинируем два элемента, соединив их в единое целое. Попробуйте поставить руки на плечи. Это усложнит немного работу вашим мышцам спины и ног. И выполняем упражнение. Наклоны. Они у нас с вами были в начале. Использовали мы с вами руки вдоль корпуса. Попробуйте их приподнять выше. Таким образом упражнение станет чуть сложнее. Делаем движение последний раз. И вспомним приседания. Руки на пояс и вниз. Раз, наверх, вниз, наверх и вниз, наверх и вниз. Наклоны. И вперед. Подъем. Два, три. И вновь приседания. Четыре, три, два. А теперь сделаем по два. Два наклона. И два приседания. Еще раз. Два наклона. И два приседания. А теперь чередуем. Один наклон. И одно приседание. Один наклон. И одно приседание. Я надеюсь, вы успели почувствовать работу ваших мышц спины и бедер. Немного расслабимся. Выполняйте движение из стороны в сторону, расслабив плечи. Маятниковое движение руками вокруг себя. Вправо, влево. С выдохом. И еще. Четыре, три, два, один. Расправили плечи и поставили руки на пояс. Оставьте ноги ширине плеч. Потянитесь за макушкой вверх и перенесите вес тела на правую ногу. Поднимите левое колено к груди и опустите в сторону. Выполняйте движение только с этой стороны. Подтягиваем и возвращаем. Колено тянется к локтю, а локоть к колену. Почувствуйте, как работают ваши мышцы с живота. Выдыхаем. Выдох. И вдыхаем. Выдох. И вдыхаем. К себе. От себя еще раз. Поменяли сторону. Потянулись в противоположную. Перенесли вес тела. И подтягиваем колено к локтю. Будьте аккуратны. Если вам нужно, используйте помощника для удержания равновесия. Выдыхаем. Вдыхаем. Вверх. И выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Внимание. Чередуем. Движение справа налево и слева направо. Справа налево. Слева направо. Продолжаем. Выдох. И так. Остались в исходном положении стоя. Опять же, уверенная постановка ног, чуть шире плеч. Согните руки в локтях. Поднимите их наверх. Верните вниз. Если у вас есть маленькое отягощение, можно использовать для силовой работы и маленькие гантели. Главное, чтобы они были не очень большого веса. И вес нужно постепенно увеличивать, для того, чтобы вы не перетренировались на первом этапе. Продолжая двигаться и выдыхаем наверх, возвращаемся вниз. Если вы устали, вы чувствуете, что уже так жарко становится, сделайте движение по одной руке точно так же. Левой и правой. И затем повторите двумя наверх. И почувствуйте, как работают ваши мышцы рук и спины. Еще раз наверх. И вернулись домой. Итак, исходное положение стоя. Руки либо на поясе, либо на плечах, как мы с вами уже делали. Как вариант, можно оставить руки и за головой. Придерживая локти в стороны. Присогните ноги в коленях. Отведите правую ногу назад на носок. Вернитесь в исходное положение. Вверх. Точно так же выполним движение для другой ноги. Продолжаем. Присели. Коснулись. Вернулись. Удерживайте плечи над коленями. И потянулись вверх. Сделали хороший вдох. И на выдохе. Опустились руками под коленями. И потянулись спиной назад, расслабив мышцы спины, расслабив мышцы плеч. Сделайте вдох. Подтянитесь вверх. И останетесь вверху. Подтянитесь руками в потолок. Итак, наш комплекс подошел к концу. Мы с вами выполнили пять шикарных упражнений, которые укрепили ваше тело. Между ними мы успели сделать упражнение на растягивание. Повторите этот комплекс, если готовы, два, а может быть и три раза. И почувствуйте свое тело более сильным. Итак, мы выполнили мини-комплекс для нашей зарядки, либо разминки. Я надеюсь, вы почувствовали свои мышцы. Конечно же, это только начало. Но надо же с чего-то начинать. И вы молодец, если сделали это со мной до конца. Помните, что всегда есть возможность сделать интенсивность чуть меньше, убрав руки на пояс. Либо чуть выше, подняв руки выше. Так будут работать большее количество мышц. Выбирайте всегда по своему ощущению и по своим опытным возможностям. Итак, мы завершаем наш сегодняшний класс. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Занимайтесь вместе с нами. Приходите к нам на занятия. И сегодня с вами была Людмила Алексеева. Добро пожаловать в мир здоровья!